Сервис vgcashback.ru Золото танкистам за покупки онлайн Все очень просто Залогинься на vgcashback.ru Выбери онлайн магазин, сделай нужную покупку Получи кэшбэк золотом на свой аккаунт Профит Всем привет, ребят Вот уж новости прям из разряда Срочные новости супертеста Тяжелый танк СССР 9 уровня Т-10 хотят заменить на объект 257 И сейчас как раз таки эта концепция Тестируется на супертесте Ребят, я когда это услышал, я подумал А нахрена, нахрена менять замечательный танк Т-10 Если кто не помнит, на 9 уровне раньше был ИС-8 Вот он реально был не очень Потом его заменили на Т-10 И он реально офигенный танк Да, у него нет там особой брони Но у него замечательная пушка, неплохая стабилизация И вообще на нем многие играют как на СТ-шке Вот реально, подвижность есть и все остальное Но, значит, чем мотивировали это разработчики? Разработчики мотивировали тем, что Посмотрите на геймплей на ИС-7 Типа это бронированный тяж, там продавливают все остальные Посмотрите на геймплей на ИС-3, то же самое А как бы Т-10 выбивается из этой линейки Нет логики в дальнейшей прокачке И я такой, ну, типа да, наверное, немножечко там, может быть Просто Т-10 ему надо было бы апнуть ВЛД И, в принципе, он очень хороший переходный танк Как бы получился между ИС-3 и, соответственно, ИС-7 Ну ладно, разработчиков на это свое мнение И они решили заменить его на Объект-257 Кстати, вот я его сейчас смотрю вот так, знаете На Объект-260, похож очень сильно Реально башня от ИС-4 Как будто здесь корпус на Объект-260 похож Ну ладно, не суть И я такой думаю, ну Т-10, ну елки-палки Это же машина нагиба Может быть он слишком имбоват и его решили вывезти Пошел, посмотрел статистику по танку Че бы вы думали 47% побед на нем Знаете, сколько на СТ-1 из параллельной ветки с броней 49,5 49,5 это норма А вот 47 это говорит о том, что танк посасывает в рандомчике Ну, видимо, игроки в него не могут Но я реально говорю, все вот, кого я знаю Все от Т-10 просто в диком восторге Я сам его очень люблю Надо в ангар его, наверное, купить Как будут заменять, когда, на что, почему И будут ли вообще заменять, пока что информации нет Потому что еще бабка надвое сказала это все Это пока что супер тест, а сейчас, может быть, реакция общественности выстрелит И все скажут, о, да, это круто И они такие, все, в следующем патче меняем Или реакция общественности выстрелит Все такие, да вы что творите, оставьте Т-10, я люблю, молюсь на этот танк Без него уйду из игры И они такие, хмм, 257, ты будешь параллельным танком Или вообще ты не будешь танком в этой игре Модельки, кстати, уже до хренилион лет А там в клиенте есть А значит, 4 члена экипажа Давайте посмотрим на орудие Орудие здесь 122 мм Кто бы сомневался, аж БЛ-9 Это БЛ-9, да... Ой, блин, у меня он в стоке И все, я понял Ребят, вот так вот Плохой обзорщик может Засрать танк Все Вот теперь больше похоже на настоящий танк Орудие 10 уровня, БЛ-13 Я просто думаю, БЛ-9, это что на ИСе третьем Хмм, знания помогают в игре 122 калибр, 248 пробития Как же так, у ИСа 7 на 10 уровне 250 340 кумулятивами 440 альфа Хм, что меняется-то 0.38 точность, 2.7 время сведения Классический тяжелый танк СССР по пушке Давайте заценим его броню Ведь, наверное, ради брони его меняют Я вот первый раз, ребят, первый раз Только открыл клиент Вот только открыл клиент, смотрю НЛД 150 А я уже впечатлен, если честно Хе-хе НЛД 150, я впечатлен А вот это чити борта, как у Т-22 среднего Не хотите? Не хотите 504 за катком? Приведеночки Броня 75, правда Но дикий угол Чита борта Чита борта Старого доброго ИСа 7 257 Здесь 140, 540 Бортом танкую, не хочу Есть вообще слабые зоны? 908 Хммм ВЛД 150 При лбе 300 миллиметров 338, если вот так доворачивать Ну, вы видите тут Если плохо довернули Всего 243 Ну, по крайней мере Восьмерки тут не пробьют Десятки уже Знаете, а если альфа по бронепробитию не пройдет? Не пробьет Че? На ИС 7 такой брони нет Алло Алло 258 Ммм А если вот сюда стрелять Под гусеницу 278 92 Да тут даже в жопе 202 миллиметра получается О, это же броня 45, ура, я нашёл слабую зону Как, я не знаю, как у ИСа 7, наверное Вот сюда, ребят, будете пробивать Да нет, здесь угол большой А он высокий, похоже Ух Корпус меня впечатлил по броне 250 маска орудия, 278 Мне кажется, его в маску будет проще пробить Чем в корпус Щека, 429 при броне В 350 429 430, 800, 900 при броне в 130 Ну если в лоб стрелять, конечно 220, 431, ну хоть кепка-то слабая зона Броня 30 мм, правило трех калибров, да, будет залетать По правилу все, что больше 100 мм, сюда будет залетать Аллилуйя, я нашел слабую зону у этого танка Лючок, лючок 150 Но они маленькие, они маленькие, в крышу реально впрочем кинут Реально, вот смотрю просто на этот танк спереди и понимаю, что Против, это девятый уровень, это даже не десятый уровень, ребят Даже не десятый, то есть вот приезжает семерка Такой, я играю на Т29, такой Хм, пойду я на другой фланг, не буду в этот танк стрелять Оууу, боже мой Какая броня Это девятый, не, а вы знаете А ну его нахрен этого Т10, вот серьезно Хм, у меня был другой посыл на это видео, если честно Ладно, давайте посмотрим характеристика 440 альфа, 248 пробития, мало Хотя, блин, я все время забываю, что это не десятка Это девятка Это девятка, которая будет стрелять по семеркам тоже Ну, и хотя бы, да ладно Как минимум в десяток тоже придется пострелять Перезарядка долгая, ДПМ отвратительный Просто 2200, но броня, но ДПМ 0.36 точности, это со стопроцентным экипажем Время сведения 2.6 Углы склонения вниз 5 градусов мало Ну, для советских танков-то норма 15 вверх Живучесть, 1900 прочность 150 броня, на это мы все посмотрели уже нормально А то мне спрашивают, а где тут 350 пишут А вот здесь, вот только в маске Не, не в маске, вот здесь вот щека 350 Мощность двигателя 15,5 лошадиных сил Он еще и ездить будет, не хуже с такой плохой СТшки Хороший тяж, плохая СТшка по подвижности 50 вперед, как вам? Как вам? 15 назад, мало Хочу больше, хочу 25 назад Но это мои хотелки, можете не соглашаться И 390 обзор Я не вижу слабых мест у этого танка Ну, кроме крыши У него подвижность есть, у него броня есть У него ДПМа нет Да и точность не самая лучшая Но это тяжелый танк, я как бы не ждал от него ничего Ой, дайте я его сейчас с Т-10 сравню быстренько Вот, уно моменту Короче, ребят, вот я их тут вогнал оба в топ 100% экипаж на обоих танках Вот, значит, смотрим, альфа одинаковая У Т-10 пробитие больше ДПМ у них вообще, я так понимаю Одинаковый Да, ДПМ одинаковый При этом новый танк сводится быстрее Точность одинаковая Урон в минуту одинаковый Это пока что на супертесте Мне кажется, ему ухудшат Ухудшат Это я, значит, Т-10 так плохо знаю У него, кажется, тоже ДПМ отвратительный Броня на голову выше Подвижность лучше Это я Т-10-й-то хайл Это я хайл-то Т-10 За то, что выводят хороший танк С СТ-шными, так сказать, параметрами А у этого еще и мощность двигателя на тонну веса больше Подвижность одинаковая Короче, ребят, я беру свои слова обратно Ребят, серьезно Вот просто беру свои слова обратно Сказанные в начале Это самая годная замена танка Из тех, что я видел вообще За последнее время Объясню почему Это тот же самый Т-10-й Только возведенный в абсолют У него апнули подвижность По мощности двигателя, как минимум У него не отобрали ничего хорошего Да, то есть пушка осталась старая Пробитие, ну пробитие на 10 мм стало хуже Но просто в 10 тысяч раз Эмбовее броня становится Это, ребят Вот сорян, что вначале Немножечко побугуртил на разработчиков Но это реально Вот можете кидать в меня камни Сказать, что я сейчас продался картошке Но это реально Объективно лучше замена Я не вижу Может быть какие-то скрытые параметры Я не вижу Может быть у него полет снаряда Там 10 метров в секунду Может проходимость по типам грунтов По всем занерфлена Но вот это вот Строение корпуса От Т-22 среднего Из-за которого он является имбой Делает его просто наголову выше Мне кажется, ему характеристики пушки понерфят Я напоминаю, что это супертест И здесь, блин, возможно все То есть мы его через год можем только увидеть Можем через 2 месяца увидеть И вообще с другими характеристиками Но то, что я вижу сейчас Меня повергает в легкое Ну, скажем так Я шокирован Вот серьезно Я шокирован Я так и назову видео Шок Новая супер имба Ладно, ребят Спасибо, что смотрели Подписывайтесь на канал И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok